Привет, друзья! Ну, невероятно! Ну, прямо не знаю, что сказать, честное слово. Это настолько диковинно, настолько необычно. Ну, посмотрите. Меня спрашивают, за счёт чего вы можете помогать людям? Ну, как это так? Ну, есть во мне некое чувство. Что бы ни случилось, меня никогда не вышибает ощущение, что всё будет хорошо в результате. Понимаете? Вот это чувство, я не знаю, как это назвать. То ли силой духа, то ли мне Бог помогает, то ли генетика у меня такая. Ну, просто, наверное, потому что я оптимист. Поэтому, когда ко мне люди со страхами выходят, с неопределённостью, с нерешительностью, с какой-то такой потерянностью, потому что что-то они не знают, как делать, как быть. Потому что, говорят, у меня вот сказали, что меня заговорили, или мне там говорят, вот у меня там случилось что-то, и неизвестно, даже врач говорит, не знаю прямо, что с вами делать. Ну, вы понимаете, я говорю, всё равно всё будет хорошо. Правда? Да, правда. А вы уверены в этом, да? Вы моя последняя надежда. Слушайте, ну, в чём-то мне надо быть уверенным. Никто вам не поможет, если вы сами себе не поможете. Дело утопающих, дело рук самих утопающих. Почему человек утопающий хватается за любой чужой совет, как за соломинку, особенно за авторитет? Почему он хватается? Потому что эмоция, эмоция, страх, страх сужает его внимание. У него так включается инстинкт самосохранения между жизнью и смертью. Он прямо в такой точке между молотом и накованием. Но сейчас такое состояние, вот сейчас как будто... Ну-ну-ну, друзья, ну-ну-ну-ну. А что же такое? Вот кто-то верит в Бога, кто-то верит в судьбу, кто-то верит в гадания, кто-то верит ещё во что-то. Но вы знаете, вера, конечно, помогает. Ну, конечно, помогает. Кто-то что, кто во что верит, я с вами не спорю. Я верю в гений человеческого разума и в труд. В труд свободный. Когда любимым делом занимаешься, тебе на самом деле всё равно, кто наступил тебе на ногу в автобусе. Ну, на самом деле всё равно, когда ты любимым делом занимаешься, когда у тебя любимых дел нету, когда ты приходишь. Вы знаете, раньше как было? Раньше, вот я помню, ещё на моём веке ещё, кто-то писал, что как хорошо, когда ты с радостью идёшь на работу. Да-да-да, так было. И когда ты с радостью после работы идёшь домой. Друзья, афигеть можно, да? Когда ты с радостью идёшь на работу, и с работы идёшь домой с радостью. Вот это ощущение, вот это ощущение. Предвкушение чего-то приятного. Предвкушение, понимаете? Вот это вот, что бы ни случилось, что бы ни случилось. Вот я, например, встал, у меня всё болит. Ну, к примеру, всё болит, не знаю, как быть. И в этот момент, в этот момент я должен вспомнить, что-то сегодня должно быть хорошее для меня, приятное. Что-то должно быть, где душа радуется. Я начинаю перебирать. Что же сегодня у меня случится? Которое мне сделает удовольствие. И вспомню. А мне же надо вам ролик записать, понимаете? Я знаю, что потом посыпятся комменты. Ой, какой вы молодец, какой вы молодец. Как вы нас меня притяживаете и так далее, и так далее. Особенно женщины. Дорогие женщины, как я вам благодарен. Вы умеете так быть признательны. Вы умеете так быть благодарны за поддержку. Вы там мне всегда пишите спасибо вам. Мы вам так благодарны. Слушайте, я прямо купаюсь в этом, понимаете? Я мужик такой, крутой вроде бы, симпатичный, не побритый немножко, но не успел, извините. Побрюсь. Так вот вопрос заключается в том, я сделал себе волшебное зеркало. И вот когда я просыпаюсь, у меня там что-то болит, и там настроение плохое, или еще что-нибудь, я вдруг вспомню. Предвкушаю волшебное зеркало, потому что я включу компьютер, а там одни благодарности. И я опять купаюсь в этом, как понимаете вы, в цветах, как понимаете вы, в саду, где розы, и где соловей поет, да, и своими песнями. Это заставляет вас жить, вам хочется жить, вам хочется встряхнуться, распахнуться, поделиться, обрадоваться, посмотреть, как облака плывут, и вам становится хорошо, и легко, и свободно. А у меня это чувство, ощущение предвкушения, радости, события. Надо главное вспомнить об этом. Как бы тебе не было плохо, это и называется присутствие духа, сохранять силу духа, это сила духа, да, что бы ни случилось. Знать, что все равно, все будет хорошо. А знаете почему? Потому что все время плохо не будет. На самом деле, когда пройдут эти неприятные полосы жизни, опять откроются у вас хорошие полосы, вот там главное не зацикливаться, там главное не застревать, там главное не зауживаться, не набивать себе там отсутствие перспективы, потому что силы открываются образом будущего, силы открываются чувствам, перспективы, силы открываются, когда вы не зациклены, а способны смотреть за горизонт. Да, друзья, на моменте не надо зацикливаться, момент бывает разный. Бывает зуб болит, не знаешь, что делать, но если ты знаешь, что после этого будет хорошо, он и меньше болит. А если ты зацикливаешься, ты и мечешься. А если знаешь, что будет все хорошо, а это так и будет, потому что куда ты денешься, все равно будет хорошо. И когда ты это знаешь, он меньше болит. Вот же в чем дело. Меньше болит, когда ты не зацикливаешься. А чтобы ты не зацикливался, столько роликов там, смотрите, наслаждайтесь, получайте удовольствие. У нас там и по искусству, у нас там и по антисредствовой подготовке, у нас там и целебный ролик, и целебный ролик номер два. Оба посмотрите. И вы научитесь сохранять присутствие Духа, силу Духа. Духа. У Романа Газенко спрашивают, что такое Дух вообще-то? Вот присутствие чего? Присутствие чего во мне? Вот этот позитив, вот это вот ощущение дыхания, или что это такое? Или это контакт с вечностью, или это с Богом, или что это? Большая природа настоящая. Что это такое? Сила Духа. Надя спросил, вот он придет ко мне, мой друг, любимый, уважаемый, Роман Газенко, и мы у него спросим, что такое Дух? Про совесть в прошлый раз мы спрашивали. Ой, это так интересно с ним разговаривать. Он таки открывает, распаковывает смысл слов. Ну, интересно будет, интересно. Итак, друзья, что бы ни случилось, всегда помните, в этой самой страшной точке, в этой самой страшной точке, когда вам плохо, самое главное, раскрыть парашют. Вспомнить сразу, что все будет потом хорошо. И это сразу уменьшает вот это насущное, настоящее напряжение. И включается сила. Сила, повторяю, открывается чувством перспективы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова